Они мечтают покорить космос и изобрести вечный двигатель. Серпухов уже стал традиционной площадкой для проведения регионального фестиваля точных наук «Особые точки». Конкурс для учеников первых 11 классов проходит шестой год подряд. В этот раз в нем приняли участие почти 200 школьников. О работах, ракетах, машинах будущего расскажем прямо сейчас. Танк «Скорпион» в действии на вооружении, боевые машины, сверхточные пулеметы. Артур Головко, участник шестого регионального фестиваля точных наук, рассказывает о своей работе. Именно так ученик пятого класса представляет усовершенствованную модель военной техники будущего. Я собираюсь в будущем стать инженером и построить огромное количество военной техники и укрепить оборону нашей страны. Максим Бураков, ученик девятого класса, тоже принимает участие в фестивале. Робототехника увлекся два года назад. Школьник мечтает помогать людям, а заодно создать легковой автомобиль нового поколения, который не попадает в аварии. Такая машина бы пригодилась на самом деле людям. Это бы добавило кое-какую автономность в использовании машин. В мыслях есть что-то типа андроида, что помогает людям в их делах. Иван Приемак участвует в фестивале точных наук не первый год. На конкурсе демонстрирует модель космической станции «Марс-2». Мечтает, как Сергей Королев, выдающийся советский ученый и конструктор, покорить звезды и новые планеты. В будущем планируется изобрести улучшенную космическую станцию для изучения Марса. Наука все-таки, и все же придется когда-то человечеству переселиться на другие планеты. Поющий робот-светильник, модели насекомых на радиоуправлении, космические станции, военная техника. На фестивале точных наук было представлено почти 200 работ. Количество участников в конкурсе «Особые точки» с каждым годом увеличивается. Это дает возможность развития творчества, технической мысли ребенка и изобретательства. Самое главное, когда мы говорим о точных науках, когда мы говорим в данном случае о робототехнике, это максимальный спектр для развития изобретений и творчества детей. Для участников фестиваля точных наук студенты и преподаватели высших учебных заведений из Тулы, Дубны и Москвы провели мастер-классы и конкурсы. Один из них – это гонки по линиям. Ребята запускали созданные ими модели машинок по определенной траектории, ориентируясь по сенсорам.